события на украине никого не оставили равнодушными в этот период практически вся новостная повестка об этом если в современной публичной библии под израильским народом в действительности подразумеваются славянские племена в которые входят украина и россии и происходит это в последние дни то логично что это должно было найти отражение в пророчествах и такие пророчества есть более того в них указывается точное время начала этих событий их причин что не оставляет никаких сомнений что речь идет именно об этом и произошла на небе война михаил и ангелы его воевали против дракона и дракон и ангелы его воевали против них но не устояли и не нашлось уже для них места на небе и низвержен был великий дракон древний змей называемый дьяволом и сатаною обольщающий всю вселенную низвержен на землю и ангелы его низвержены с ним и услышал я громкий голос говорящий на небе ныне настало спасение и сила и царство бога нашего и власть христа его потому что низвержен клеветник братья наших клеветавший на них пред богом нашим день и ночь они победили его кровью агнцы и словом свидетельство своего и не возлюбили души своей даже до смерти и так веселитесь небеса и обитающие на них горе живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости зная что немного ему остается времени разберем это пророчество подробнее архангел михаил считается покровителем города киева дракон с семью головами и десятью рогами это как ранее я уже неоднократно говорил россии со времен советского союза и до наших дней семь голов это семь генеральных секретарей ссср 10 рогов это десять правителей семь генсека плюс три последующих президента россии с развалом ссср в ментальном мышлении трех российских президента мало что поменялось об этом свидетельствует герб ссср который до сих пор висит на главном здании мида ленин который до сих пор лежит на красной площади военные парады которые проводятся там же ежегодно уточню что военные парады согласно истории стали проводиться на красной площади не во времена великой отечественной войны а в 1918 году во времена гражданской войны с целью чтобы на территории главного собора москвы храме василия блаженного проводились не христианские службы а вот такие коммунистические военные парады и так участники этого пророчества определены украина и россия что в пророчестве говорится о времени начала этих событий и явилась на небе великое знамение жена облеченная в солнце под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения и другое знамение явилась на небе вот большой красный дракон семью головами и десятью рогами и на головах его семь диадем хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю дракон сей стал перед женою которой надлежало родить дабы когда она родит пожрать ее младенца и жена убежала в пустыню где приготовлено было для нее место от бога чтобы питали ее там 1260 дней видно что до войны архангела михаила с драконом дракон стоит перед женщиной или европейским союза и сбрасывает звезды с ее головы то есть добивается выхода из ее состава некоторых ее членов а также пытается пожрать ее ребенка то есть не допустить принятия новых членов в ес эта ситуация произошла незадолго до событий на украине из евросоюза вышла великобритания и в тот период украина была одним из следующих кандидатов на вступление в ес то есть образно должна была родиться в ес а современный дракон как раз был в этом не заинтересован и пытался этому помешать борис джонсон недавно заявил что у него нет доказатель что россия вмешивалась в референдум по выходу британии из евросоюза ведь мы украину никуда не тащим если украина подпишет это этот документ то мы вынуждены будем сделать только что преференции снять это явный абсолютно крен туда становиться сельхоз придатком еврозоны после выхода великобритании из ес женщина или европа как бы скрывается в пустыне официально выход британии из евросоюза состоялся 1 февраля 2020 года именно в это время начался период изоляции евросоюза да в принципе и всего мира по причине известного заболевания в современных многочислено переведенных и отредактированных библиях время этого периода передано как три с половиной года он также указан как 1260 дней или 42 месяца но есть основания полагать что в оригинальном тексте речь шла не а 42 месяцах а 24 то есть о двух годах ошибка могла появиться при переводе текстов из так называемых еврейских в греческие тексты еврейские тексты как известно пишутся справа налево греческие наоборот слева направо и таким образом еврейский вариант 24 месяца при переводе на греческий мог отзеркалится в 42 месяца что произошло через два года после выхода великобритания из евросоюза 1 февраля 2020 года война архангела михаила киева с багряным зверем драконом о том что данный период должен восприниматься именно как 24 месяца указывает также пророчество из 13 главы откровения там говорится о том что пока женщина будет скрываться в пустынном месте будет прятаться от известного заболевания дракон в этот момент будет ставить некие знаки без которых нельзя будет ни покупать ни продавать и даны были ему уста говорящие гордо и богохульно и дана ему власть действовать 42 месяца и он сделает то что всем малым и великим богатым и нищим свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их и что никому нельзя будет ни покупать ни продавать кроме того кто имеет это начертание или имя звери или число имени его здесь мудрость кто имеет ум тот сочти число звери ибо это число человеческое число его шестьсот шестьдесят шесть ранее я уже говорил что представляет из себя данный знак и сейчас мы видим что ставился он именно в течение двух лет сейчас спустя два года можно покупать и продавать уже без этого знака какой итог конфликта архангела михаила с драконом сброс дракона с небес на землю или как мы сейчас видим многочисленные санкции наложенные на россию то есть по факту полная изоляция этой страны от всего цивилизованного мира и ему остается мало времени об этом конфликте также говорится в книге даниила в одиннадцатой главе в назначенное время опять пойдет он на юг но последний поход не такой будет как прежний ибо в одно время с ним придут корабли китимские и он упадет духом в назначенное время то есть во время конца состоится второй поход багряного зверя на украину первый был в 2014 году и закончился присоединением крыма к россии в плане санкций все прошло более или менее гладко второй поход в 2022 году будет не такой как прежний видим что россия в плане санкций огребла по полной от чего можно упасть духом да еще запретили проводить корабли через кити или македонскую часть греции там находятся проливы босфор и дарданеллы как видим турция уже запретила россии проводить свои корабли через данные проливы то что под китимом в библии имеется в виду македонии видно из первой книги маковеев 1 1 там упоминается известный царь александр сын филиппа македонинен который вышел из земли китим что будет делать дракон далее как видим из пророчества в откровении 12 12 будет большое горе земле и морю об этом периоде также говорится в известном пророчестве из матфея 24 7 восстанет народ на народ и царство на царство и будут глады моры и землетрясения по местам как видим путин уже перевел на особое дежурство силы сдерживания но речь здесь может идти не о ядерных ракетах а совсем о другом оружии россии только россия владеет владеет совершенно новым оружием у которого нет у американцев и остается космическая держава россия с огромными деньгами ресурсами и новым оружием о котором еще никто не знает любую часть планеты уничтожим в течение 15 минут вот цунами сейчас япония вы курилы хотели буду будете разбирать обломки всех ваших зданий и сдохните все 120 миллионов если вы еще потребуете курила от нас так и все остальные пусть подумают о своем будущем на передагога а климатическому оружию зашла у нас отличная погода а у вас николай васильев всю америку замедлить нью-йорк замело все сугроба будете лежать вот это сделаем что такое русский снег вы узнаете